Заслуженная победа Почерник сыграет в четыре защитника с двумя центральными, с двумя фланговыми, но получилось так, что выбрали тактику с тремя центральными защитниками. При этом даже в этом случае мы больших проблем не испытали, потому что наш атакующий потенциал сегодня был очень эффективен и ребята были настроены на то, чтобы создавать голевые ситуации и забивать. Поэтому 3-0 заслуженно и надо готовиться сейчас уже к следующей игре. Понятно, что победа не вызывает сомнений, я думаю, ни у болельщиков, ни у специалистов, но это уже история, поэтому будем готовиться к следующей игре. Нет вопросов на кого? Вадим Викторович, после забитого гола Глеб Жердев подбежал к Сапмейке, вы там с ним общались, о чем, если не секрет? Я Глебу Жердеву в перерыве сказал, что первый тайм Глеба не видно было тебя на футбольном поле, слабовато выглядел, то есть не было активности, поэтому пожелал ему в перерыве, чтобы он во втором тайме добавил, потому что я знаю, что Глеб обладает хорошим потенциалом атакующим, он креативен, он умеет исполнять удары, забивать голы, и поэтому, что он в принципе, наверное, вот эта мотивационная порция такой конструктивной критики повлияла на него в хорошую сторону, поэтому он вышел и забил важный мяч команды, поэтому он сработал. Ну, а дальше уже понятно, что нужно было дать передышку и выпустить ребят, которые вышли посвежее уже, чтобы довести дело до логического завершения. После этого тура собирается национальная сборная, некоторые игроки из Динамо туда уезжают. Вы общались с новым главным тренером сборной Карлосом Аласом? Нет, я не знаком с новым главным тренером национальной сборной, не общался. Ну, знаю, что достаточно много наших ребят едут и в национальную сборную, и в молодежную сборную, поэтому пожелал им сейчас победой поздравил и пожелал им удачи в этих матчах и молодежной сборной нашей Беларуси, и национальной сборной. И последний вопрос, заключительный. Женская наша команда в структуре сейчас отправляется на матчи Лиги Чемпионов. Что можете пожелать девочкам? Девочки наши молодцы, они держат уровень определенный уже достаточно много лет, в чемпионате, в кубках, в суперкубке. Это все успехи на внутренней арене. Конечно, мы тоже хотим пожелать девочкам, чтобы у них все получилось на международной арене. Поэтому болеем, переживаем по возможности, потому что мы Динамо Минск, женская команда, мы не отделяем себя мужской командой от женской, поэтому успехи и женской, и мужской командой, это наши успехи футбольного клуба Динамо Минск. Поэтому, девочки, пожалуйста, постарайтесь пройти как можно дальше на стадии Еврокубков. Спасибо большое, господин.